В этом выпуске мы поговорим о том, как устроить водоснабжение в лодке, яхте, либо жилом фургоне, потому как наличие воды и электричества – это основы полноценного и комфортного отдыха. Самый простой и недорогой вариант – это установка небольшой камбузной помпы, которая сможет подать воду из бачка на кран мойки или умывальника. Но это максимум, на что способны такие небольшие центробежные насосы. Для обеспечения нормальных условий быта, максимально приближенных к домашним, нужна специальная помпа водоподачи, которая сможет создать необходимое давление и поддержать его в системе. Рассмотрим несколько моделей на примере помп Шурфло от производителя Пенте. Ассортимент немалый, но основные отличия – это в производительности и создаваемом давлении. От этого нужно отталкиваться при выборе любой помпы. Серия Аквакинг и Аквакинг 2, пожалуй, самые популярные модели, и по большому счету они перекрывают большинство потребностей владельцев небольших каютных лодок и жилых фургонов. Электромоторы на многих моделях часто стоят одинаковые, поэтому характеристика конкретной помпы зависит от мембраны и конфигурации нагнетательной камеры. Каждая помпа оснащена фитингами для подключения, к шлангам или дюритам. В основном используются переходы елочка под шланг полдюйма. Давайте возьмем отвертку и поближе познакомимся с устройством этих насосов. Помпы такого типа автоматические и отключаются по достижении определенного давления в системе. За это отвечает электромеханический клапан. Итак, в основе электродвигатель, который вращает эксцентрик. Колебательные движения передаются на мембраны насоса, которые прокачивают жидкость благодаря своей оригинальной форме. В этой помпе три рабочих мембраны. С внешней части видны впускные клапана, а внутри находятся три выпускных. Жидкость попадает в предкамеры насоса, прогоняется через мембраны и под давлением поступает в центральную камеру, с которой уже подается в систему. В этой камере есть микроотверстие, через которое жидкость сообщается с мембраной реле. При достижении определенного давления реле срабатывает, насос выключается. Очень важная особенность мембранных насосов в том, что они самовсасывающие, то есть создают достаточный вакуум для притока жидкости из расходного бака в рабочую камеру. Это нетрудно проверить, что мы сейчас и сделаем. Как видите, насос включился в работу практически мгновенно. При этом зажать пальцем выходное отверстие не так-то просто. И эта модель только на два бара, а есть и существенно больше. Еще одна помпа Aqua King 2, представитель более современной линейки от этого же производителя. Принципиальных отличий нет, но есть несколько моментов, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Данная помпа комплектуется встроенным фильтром, который задержит посторонний мусор и не пропустит его на эластичные мембраны насоса. Совершенно логично, что фильтр должен быть установлен на входной штуцер, а не наоборот. С фильтром в любом случае лучше, чем без него. Еще один момент, байпасный или по-другому перепускной клапан. Его задача сгладить гидравлические толчки и сделать работу насоса более плавной. При скачке давления, например, если закрылся кран на кухне, часть жидкости сбрасывается из основной камеры в предкамеру. За настройку клапана отвечает регулировочный болт, но производитель рекомендует его без нужды не трогать. И в заключении рассмотрим еще одну помпу ShortFlo Smart Sensor. Как видите, эта помпа мощная, у нее 5 рабочих мембран и хорошая производительность, но основное отличие не в этом. Эта модель имеет управляющий процессор, который может изменять производительность помпы в зависимости от расхода воды. Чем выше расход, тем интенсивнее будет работать водоподающая помпа. Например, вы моете посуду и в это время кто-то открыл кран умывальника. Помпа при этом добавит оборотов. Еще у этой модели быстросъемные фитинги, которые позволяют оперативно переключать шланги, если в том есть необходимость. Есть также плавки-предохранитель в водозащитном кейсе. Конечно же, такая помпа будет стоить несколько дороже, чем предыдущие модели. Итак, при выборе водоподающей помпы важно знать, какой будет мгновенный расход воды и на какую высоту надо будет эту воду поднимать. Чем больше высота, тем будет слабее напор. Поэтому старайтесь не сильно разносить по высоте помпу и потребители воды.